В аппарате генерального инспектора ЦРУ совершенно случайно удалили единственный собственный экземпляр скандального доклада о пытках. Несмотря на то, что копии остались у других ведомств, ошибочно, как утверждается, были уничтожены не только бумажные электронные версии доклада, но и жесткий диск, на котором хранилась информация. Канцелярия генерального инспектора ЦРУ случайно избавилась от единственного, принадлежавшего ей экземпляра скандального доклада, посвященного пыткам, которые применялись после терактов 11 сентября. Таким образом, закон нарушен органам, отвечающим за соблюдение правовых норм всей организации. Удаление копии, принадлежавшей генеральному инспектору Центрального разведывательного управления США, вызвало серьезное возмущение в обществе. Как отмечает телеканал Fox News, по ошибке были уничтожены и электронная, и бумажная версии. Более того, был ликвидирован сам жесткий диск, на котором хранилась копия скандального доклада. В документе говорится, в частности, об использовании ЦРУ усиленных методов допроса, включая лишение сна, пытки водой и не только. Полная версия доклада, содержащего 6700 страниц, никогда не была опубликована. После того, как Сенат США выпустил 500-страничный вариант документа, его копии были разосланы в американские ведомства. Однако в офисе генерального инспектора ЦРУ, получив диск, подключили его к своей сети, а затем уничтожили. Как заявили в канцелярии, это произошло потому, что в 2015 году менюз США приказал федеральным агентствам не открывать файл, чтобы не делать его общедоступным в соответствии со статьями американского закона о свободе информации. Однако в ЦРУ решили, что приказ не открывать означает полностью избавиться от файла. Напомним, что в конце 2014 года Комитетом по разведке Сената США был представлен официальный доклад о пытках, которые сотрудники американских спецслужб применяли в отношении подозреваемых в террористической деятельности, начиная с 2001 года. Кроме того, в документе сообщалось о систематических злоупотреблениях служебным положениям ЦРУ во времена президентства Джорджа Буша-младшего, включая дезинформацию государственных органов и общества. Редактор субтитров А.Семкин